Приветствую вас и проблема, которую вы описываете, решается через два направления. Первое направление и это направление, пожалуй, самое главное заключается в том, что вы сами, во-первых, испытываете тягу к манному человеку, вы сами не хотите наступать на те же грабли, вы сами по какой-то причине избегали отношений в течение очень долгого времени. И несмотря на то, что вам уже 27 лет, это всего лишь ваши старые отношения. И поскольку первые отношения закончились с болезнями, то очень может быть, что как раз-таки негативный опыт тех самых первых отношений мешает вам адекватно воспринимать эти отношения, так как определенные, скажем так, негативные последствия тех отношений, болезненные последствия, либо страх этих последствий, начинают вам сейчас принять его любое решение. То есть в момент этот свет непосредственно с вами и раскрывается через проработку именно вашей личности, именно вашего, так сказать, внутреннего мира. С тем, чтобы убрать все лишнее для принятия решений. Чтобы вы руководствовали не своими желаниями в том, какое будущее в ваших отношениях с этим мужчиной, а именно стремлением быть с ним, стремлением делать его счастливым. Потому что пока, что вы прямо в тексте пишете, что вы не хотите причинять себе боль, вы, значит, не хотите, да, вот вы не хотите причинять себе больше боли, ведь и так избегали 5 лет отношений с мужчинами. То есть у вас есть своя личная заинтересованность в том, чтобы эти отношения сохранить. И это заинтересованность делает вас зависимым, делает вас зависимым от этого молодого человека, что, конечно же, не может идти на пульс вашим отношениям с ним вообще, потому что мужчина волей-неволей чувствует, что вы от него нависите, чувствует, что вы в нем нуждаетесь, и, соответственно, его поведение корректируется должным образом. То есть, конечно же, более уверены в себе, более обособлены, возможно, от вас, и так далее. Далее. Оказывается, что применительно к восприятию себя самой в отношениях мы более или менее обзобрали. То есть, я радеюсь, что понятно, вам нужно убрать все, что касается личного и осознать, принять, возможно, проработать все те желания свои личные, которые вы пытаетесь через мужчину реализовать. Чтобы брать всякую личную, корыстную, заинтересованность в том, чтобы быть с ним. Говоря иными словами, купировать ваш дефицит в личных потребностях, которые вы хотите восполнить с помощью этого человека, с помощью вашего мужчины. И это является самым, наверное, неприятным в том, что есть ваши проблемы. Ваш страх причинить себе боль, ваше избегание мужчин и болезненный разрыв первых отношений. Вот эти моменты нужно обязательно проработать. Дальше. Следующий момент, который касается вашего молодого человека. Вы знаете, мужчина достаточно продолжительное время находится с вами в таких отношениях не совсем понятных. Ему вроде бы все нравится, вроде бы он и нервно к вам проявляет, и ласку, и заботу, да. Но в то же время постоянно как бы говорит, я не хочу подпускать тебя к себе. Я сомневаюсь. Вы знаете, мужчины, которые так поступают, но при этом не отпускают вас, скорее всего, действуют в своих интересах. Для него важно, чтобы вы были с ним, чтобы вы были его. Но при этом, чтобы он не зависел от вас. При этом, чтобы от него не требовалось ничего такого, чтобы входило бы в противоречие с его собственным интересом. Чтобы лучше понять то, что делает ваш мужчина, а интерпретировать его поведение, можно вообще так говоря, по-разному. То есть, он говорит, например, что он сомневается в чьих вам, он говорит, например, что хочет быть вам, что предыдущей девочке его уже нет, что есть только вы или ничего. Но все это слова. Слова хорошие, слова, безусловно, ну, скажем так, для вас, может быть, приятные даже, но тем не менее, это просто слова. Давайте смотреть на вещи немножечко более реалистично и задать себе один главный вопрос. Вот в том, что происходит. Даже вот в той ситуации, которую вы описали. Кому лучше всего? Кто выигрывает в этой ситуации? Вы или молодой человек? Если вы видите, что все, что происходит, несмотря на то, что вам какие-то вещи непонятны, а играют на пользу интересам молодого человека, то с изрядной долей вероятности можно и нужно говорить о том, что мужчина так ставит свои интересы превыше ваших. Говорить о том, что он плохой, что он не должен этого делать нельзя. Это его выбор, и он имеет место быть. Он имеет право на существование, этот выбор. Другое дело, что устраивает ли он вас? Конечно же нет, скажете вы. Не устраивает. Не устраивает, что молодой человек ставит свои интересы выше ваших. Хорошо. Тогда для того, чтобы вам самой быть уверены в том, что вы сделали все для отношений, чтобы вы не жалели о возможном разрушении отношений с этим молодым человеком, вам нужно, избавившись от элементов зависимости, стать самостоятельным, проработав свои желания и удовлетворяя их, показать мужчине, что вот он ведет себя свободно, и вы тоже ведете себя свободно. И мужчина увидит, что может вас потерять, увидев, что, в общем-то, вы не собираетесь ожидать, пока он сожреет до, например, чего-то более серьезного, что вы активно общаетесь с мужчинами, что вы пока еще ни с кем-то из них, но очень можете быть. Мужчина и проявит свою реакцию на вас. Если у него есть чувство, он активно начнет с вами сближаться, активно начнет вас вдвоем, чтобы, не дай бог, вы не нашли кого-то другого. Вы увидите, что мужчина вами дорожит, но только после того, как сами проявите свою независимость. А если чувств у мужчины к вам нет, и у него, скажем так, только личный, корыстный интерес относительно вас, то вот тогда на вас посыпется обвинение. Обвинение в том, что вы неверны, обвинение в том, что вы предательница, обвинение в том, что вы непостоянны, что он правильно делал, что вас подозревал в чем-то и так далее. И вот это как раз и будет свидетельствовать о том, что с этим молодым человеком у вас ничего не получится, и бежать от него нужно. И чем скорее, тем лучше. В этом все. Давайте еще немножечко подытожим, что можно сказать. Проблема ваша разделяется на две части. Первая то, что касается личного вас. Ваших страхов, ваших сомнений, вашей неуверенности в себе, ваших потребностей, может быть, какого-то нереализованного, непроработанного личного опыта с предыдущими мужчинами и так далее. И проблема, связанная с мужчиной, которую также вам можно и нужно будет прорабатывать. Но только после того, как вы разберетесь сами с собой. На этом все. Еще раз. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.